здравствуйте дорогие друзья сегодня покажу одну вещь которая присуща практически всем людям которые изучают python и в принципе бесполезно изучать если не сделать этого вот пришел парень очень старательный очень такой талантливый и функции мы уже изучили видно что пишет функции обратите внимание большинство программистов вообще не понимают ну хорошо не обращать внимание на параметры но вопрос в том что функции пошли а теперь смотрим дальше есть три вещи которые не дадут никогда стать программистом я за задаю в определенный период три вопроса объекты первого класса раз вопрос второе второй вопрос что такое объект и третий вопрос чего начинаем изучать классы как правило как правило вот здесь все сыпется но ответ будет чуть позже я вам только вопросы дам но ответы сами вы не получите приведу пример часто привожу пример вот этого парня учитывая что парень работает работал руководителем да и дальше на собеседование они пишут вот такой код он недопустимый в результате они разбираются что оба не понимают разница между атрибутами класса атрибутами экземпляра а вот этот парень он избежит этого почему я не зря задаю вопрос чего нужно начинать изучение классов по одной простой причине не надо ничего придумывать есть четкие рекомендации гвида вам росума куда входит всего три пункта чтобы владеть классы и так вопрос если вы не знаете этих три пункта то гарантированно будет картина следующая вы будете писать функции вы будете разбираться немножко в коде но внутри будете понимать что писать не можете и столкнетесь с тем что у вас будет куча недопонимания зачем вы этот код пишите для чего и почему это все не работает и почему вы не понимаете причина проста неправильное изучение классов получится как вы у этих парней через лет 15 выясните конечно выясните возможно но ведь проще сразу начать изучать правильно классы второй момент для большинства людей объект это просто нечто да но на самом деле если взять абсолютно любой код например то здесь мы видим большое количество объектов то есть каждой строке есть объект если у вас объект слова то в любом случае до правильного изучения класса вы не доберетесь объект это всего две составляющих но они очень конкретны все в языке очень конкретно есть определенные ядро например объект начало изучения классов то что ставит точку входа все очень просто вот смотрите напишем любую переменную которой нет и запустим мы получим что исключение в данном случае это самое частое исключение которого достаточно было бы дать вместо изучения всего языка где язык говорит я не могу работать потому что в данном случае я не объект я не вижу объекта вот и в принципе вся загадка то которой нету то есть вполне понятно что здесь не так что будет если если вы найдете python op то вы увидите переписки самое интересное что вы здесь увидите вы увидите все кроме того с чего надо начинать изучение классов и это будет переписка 1 со 2 нигде и не то что рекомендовал гвидовом россом вот почему мои люди пишут тут вам покажут классы подскажут супер покажут и нет но с чего это все начать никто не покажет и так будет на всех сайтах на всех сайтах какой не открывайте вы будете видеть все что угодно вы не найдете ответы с чего начинать классы но в жизни ведь вы поступаете немножко мы поступаем по другому вы четко знаете что чем делать когда вы идете на рыбалку вы берете удочку а не берете допустим велосипед и пытаетесь им рыбу словить если если мы не ответим на вопрос чего начинать классы то грубо говоря мы не зададим вопрос который в жизни мы задаем автоматически беря когда берем любую вещь если мы хотим прижать например пленку к теплице мы берем какую то что то тяжелое и уже представляем там камень кусок железа то есть в данном случае мы понимаем что с этим делать если мы не получим ответы классам то в любом случае мы будем писать но начала у нас не будет именно поэтому мои люди пишут спб-ту.ру кому интересно индивидуальное обучение вот это можно разбирать при этом все происходит у вас в голове спасибо 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 спасибо